Всем привет! Меня зовут Инга, я преподаватель русского языка. Сегодняшняя тема – речевой этикет. Для начала рассмотрим пример диалог девочки и мальчика Кати и Пети. «Катя, дай мне карандаш», – сказал Петя. «Не дам», – ответила Катя. «Почему? Ты жадина, что ли?» – возмутился Петя. «Нет, просто ты забыл волшебное слово», – сказала Катя. «Какое еще волшебное слово? Ты забыл слово «пожалуйста». Итак, что же произошло? Почему Катя была недовольна тем, как с ней общался Петя? Петя был грубым в своей просьбе, потому что он не сказал «вежливое волшебное слово – пожалуйста». Петя таким образом нарушил этикет. Что такое этикет? Этикет – это правило поведения людей в обществе. Чтобы отношения между людьми были приятными, необходимо быть вежливым. Есть вид этикета – речевой этикет. Речевой этикет – это система правил речевого поведения, норма использования средств языка в определенных условиях. Речевой этикет – это система так называемых вежливых слов и выражений. От чего зависят правила этикета? Правила этикета зависят от четырех главных условий. Первое условие – где мы говорим? В какой ситуации? Очень важно учитывать, где мы находимся, в какой ситуации мы находимся. Это формальная, то есть официальная обстановка или неформальная, неофициальная обстановка. Второе условие – с какой целью мы говорим? Цель нашего общения очень-очень важна. Далее, третье условие – важно учитывать, кто наш собеседник. Нужно понимать – это взрослый человек или ребенок, это знакомый для нас человек или незнакомый и так далее. Четвертое условие – важно понимать, насколько хорошо мы знаем своего собеседника. Рассмотрим несколько ситуаций речевого поведения. И несколько формул, которые мы используем в этих речевых ситуациях. Начнем с приветствия. Конечно, самое распространенное слово «приветствие» – это слово «здравствуйте». Обратите внимание на смысл этого слова. Если вдуматься, то можно обнаружить, что это приветствие содержит в себе пожелание здоровья. Здравствуйте – значит, будьте здоровы. Что еще можно использовать в качестве формул приветствия? Конечно, всем известны такие формулы приветствия, как «добрый день», «доброе утро» или «добрый вечер». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что формула «доброго времени суток» является ошибочной. Так говорить нельзя. Если вы не знаете, когда ваш собеседник прочтет ваше сообщение, или если вы не знаете, в каком часовом поясе он находится, то лучше использовать первое слово – слово «здравствуйте». Конечно, вам известны такие формулы приветствия, как «привет» или «приветик». Различные вариации еще есть этого слова в русском языке. Слова «привет» или «приветик» мы, конечно, используем в неофициальном общении. Слово «привет» можем сказать при встрече с знакомым человеком, с ровесником, скорее всего. Ну и «салют» – это тоже такая разговорная формула приветствия. Сейчас уже используется редко это слово. Ну и еще одна формула приветствия – это слово «здорово». «Здорово» – это слово используется, конечно же, в неформальной, неофициальной обстановке. Это слово используется в разговорной речи, даже в некоторых словарях имеют помету просторечия. Еще одна ситуация, которую мы разберем – это знакомство. Когда мы в первый раз встречаем человека, нам важно узнать его имя. Как это можно сделать? Можно задать вопрос, можно ли с вами познакомиться, например, или разрешите с вами познакомиться. Такая формула может быть. Или «давайте познакомимся». Более неофициальная формула. Когда мы узнаем имя нашего собеседника, мы обязательно должны сказать «приятно познакомиться» или «очень приятно». Это признаки хорошего тона. Еще одна ситуация, которую следует разобрать – это ситуация просьбы. Иногда нам что-то необходима, иногда необходима помощь от других людей. Здесь также важно быть очень вежливыми. Не забываем про волшебное слово «пожалуйста». И кроме того, мы можем использовать более официальные формулы, например, «будьте добры» или «будьте любезны». Более такая широкая, расширенная формула «извините», «не могли бы вы». Когда человек оказывает нам какую-либо услугу, когда человек помогает нам, мы, конечно же, должны сказать ему «спасибо» или «благодарю». Еще одна ситуация, требующая нашего внимания – это извинение. Иногда мы доставляем неудобства другим людям своим поведением. Нарочно или ненарочно мы обязательно должны извиниться. Мы используем такие слова, как «извините» или «извини». Обратите внимание на то, что форма слова «извиняюсь» является ошибочной, неверной. Очень часто люди допускают эту ошибку. Пожалуйста, запомните, что литературной норме русского языка соответствует только два варианта – «извини» или «извините». Все зависит от того, на «ты» или на «вы» мы обращаемся к нашему собеседнику. «Простите» и «прости» – это также возможные слова данной ситуации. Или «прошу прощения». Следующая ситуация, последняя, о которой мы поговорим, это ситуация прощания. Когда мы расстаемся с людьми, важно использовать формулу прощания. Ну, самая распространенная формула – это «до свидания» или «до встречи». «Прощай» или «прощайте». И «пока». Пока это более неофициальная формула. Конечно, мы используем это слово при общении со сверстниками. Отдельное внимание нужно уделить употреблению местоимений «ты» и «вы». Мы знаем, что местоимение «вы» – это вежливое и официальное обращение. На «вы» мы обращаемся к незнакомым людям. На «вы» мы обращаемся к людям старшего возраста, к учителю и так далее. «Ты» – это дружеское, неофициальное обращение. На «ты» мы обращаемся к тем, кого знаем очень хорошо – к своим друзьям, к родственникам и так далее. На что нужно обратить внимание? Нужно обратить внимание на письменное употребление местоимения «вы». Если мы используем местоимение «вы» на письме, и при этом мы обращаемся к какому-то конкретному лицу, то местоимение «вы» следует писать с прописной, то есть заглавной или, как говорят, большой буквы. Например, «Татьяна Андреевна, приглашаю вас на встречу выпускников». Здесь, как мы видим, есть обращение к одному конкретному лицу, поэтому местоимение «вы» следует писать с прописной, то есть большой буквы. Если же местоимение «вы» используется как обращение не к одному конкретному лицу, а к нескольким лицам, то местоимение «вы» следует писать со строчной, то есть с маленькой буквы. Кроме того, мы должны помнить, что от употребления местоимения «ты» и «вы» зависит форма глагола, который мы используем. «Ты» и «вы». Смотрите, если мы используем местоимение «ты», то значит глаголы должны иметь форму единственного числа. Здравствуй, извини, подай. Если же мы используем местоимение «вы», то формы глагола должны иметь форму множественного числа. Здравствуйте, извините, подайте. Итак, подведем итоги сегодняшнего урока. Мы с вами выяснили, что чтобы быть приятным собеседником, нужно обязательно соблюдать правила речевого этикета. Нужно обязательно в общении с людьми использовать вежливые слова. На этом наш урок окончен. Благодарю вас за внимание. Встретимся на следующем занятии. Субтитры создавал DimaTorzok